Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 19 февраля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Российские маслозаводы не успеют переработать весь подсолнечник. Аграрий в рамках демпфера получат еще 10 миллиардов рублей. Затраты на выращивание пшеницы вырастут на 25%. Эти и другие новости мы расскажем сегодня в выпуске. Но сначала хотим пригласить вас на два мероприятия, который мы проводим в рамках выставки Интерогромаж в Ростове-на-Дону. 2 марта ждем вас на круглом столе масличный рейтинг рентабельности культур, где мы поговорим о подсолнечнике, рапсе и льне, а также о переработке этих культур. 3 марта затронем тему инвестиций и проектов, которые окупаются в короткий срок. Подробности в ссылке под видео. Российские маслозаводы не успеют переработать весь подсолнечник. На новый сезон могут перейти рекордные остатки – около полумиллиона тонн маслосемян. Такая информация прозвучала на конференции «Где моржа», которую проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка. В этом году российские аграрии собрали рекордный урожай подсолнечника. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает его в 15,54 миллиона тонн. Данные Росстата еще выше – 15 миллионов 700 тысяч тонн. Этот урожай российские маслозаводы могли бы без труда переработать, но сельхозпроизводители выбрали стратегию придерживать урожай. В результате в первые месяцы сезона заводы оставались недозагруженными, а теперь просто не успеют все использовать. По оценкам Экар, даже при рекордной переработке подсолнечника – порядка 14 миллиона тонн – все равно в качестве переходящих остатков на новый сезон мы получим 500 тысяч тонн подсолнечника. Это абсолютный рекорд. В предыдущие два года остатки составляли 25-30 тысяч тонн и, конечно, не оказывали давление на цены. Глава масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что аграрии в России и на Украине ведут себя одинаково, то есть в соседнем государстве также накоплены значительные объемы непереработанного сырья. Мальцев уверен, что теперь, когда предложение масла вырастет, нас ждет падение мирового рынка. Цена на масло к концу сезона должна опуститься на 100-150 долларов за тонну от текущего уровня. Государство готово вернуть растеневодам еще 10 миллиардов рублей, изъятых плавающей пошлиной. Именно такой объем финансирования производителей зерна заложен в проекте федерального бюджета, сообщила на конференции «Где моржа» заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова. Напомним, что в конце 2021 года государственный бюджет направил в регионы 10,3 миллиарда рублей для того, чтобы хозяйство могли получить субсидии на тонну произведенного зерна – пшеницы, ячменя, кукурузы. Ставки субсидий оказались несоизмеримы с теми суммами, которые потеряли аграрии после введения пошлин. По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, к 1 февраля плавающей пошлиной на зерно было собрано порядка 107 миллиардов рублей. В этом году издержки аграриев на производство пшеницы вырастут в среднем на 25%. Такой прогноз сделал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Аналитик предупредил, что эта оценка очень усредненная. ИКАР задавал хозяйствам в разных регионах России вопрос, насколько увеличатся их затраты. И слышал разные ответы. Два предприятия заявили, что рост составит всего 12%. Много было тех, кто оценил рост в 30% и даже в 50%. Дмитрий Рылько объяснил, что во многом это зависит от того, когда и по каким ценам хозяйство покупало средства производства, а также зависит от технологии. Например, селективные гербициды подорожали не так сильно, как глифосат. По словам главы Щелкова Аграхим Салиса Каракотова, это действующее вещество подорожало в 3,8 раза. Друзья, мы решили последовать примеру ИКАР и просим вас в комментариях тоже оценить, насколько выросли ваши расходы на осеннюю пассивную и на весенние полевые работы. С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт зерна. Как и в прошлом году, ее разделили между экспортерами по историческому принципу. Кто больше вывез в первой половине сезона, получает большую квоту во второй половине. Нововведением стала отдельная квота на пшеницу. Правительство разрешило поставить за рубеж не более 8 миллионов тонн этой культуры. Еще 3 миллиона тонн составит квота на экспорт кукурузы, ячменя и ржи. Экспортеры могут не выбрать весь объем этой квоты, отмечают аналитики. Например, согласно приказу Минсельхоза, некоторые компании получили совсем крохотные разрешения вывести 4,5 тысячи тонн ячменя, кукурузы и ржи или 2,5 тонны пшеницы. Конечно, отправить такой объем за рубеж компании не смогут, если только не объединят свои партии. Экспорт в таких масштабах лишен экономического смысла, отметил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он предположил, что Минсельхозу следовало бы ввести нижнее пороговое ограничение для квоты, например, в рамках минимальной судовой партии. Впрочем, целью введения квоты было ограничение экспорта. И даже если из России вывезут меньше разрешенного объема зерна, то эта цель будет достигнута. Правительство России намерено восстановить работу интервенционного фонда. Уже осенью этого года Минсельхоз России будет закупать зерно и сахар в обновленный госфонд, рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Для поддержки производителей муки в фонде сформируют неснижаемый запас зерна – 3 миллиона тонн. Это соответствует двух- или трехмесячной потребности переработчиков. Кроме того, планируется закупить около 250 тысяч тонн сахара. В 2021 году правительство решило переформатировать госфонд, сосредоточиться на поддержке мукомолов, увеличив запасы продовольственной пшеницы и ржи, но исключив из фонда кукурузу, ячмень и фуражную пшеницу. В объединенной зерновой компании, которая выступает государственным агентом интервенции, рассказали, что сейчас запасы старого интервенционного фонда составляют всего 60 тысяч тонн зерна. В этом году, по словам главы ОЗК Ксении Баламатовой, в госфонд будет приобретено порядка миллиона и двухсот тысяч тонн пшеницы. В этот раз нам придется закончить выпуск без хороших новостей, но зато с важными моментами, которые прозвучали на этой неделе на съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств. Съезд проходил в Москве, куда приехали фермеры со всех уголков страны. Предлагаем ваше внимание наиболее яркие моменты. Не увеличивается процент по кредитам, которые банки выдают. То есть, как у нас было от 0 до 5, так и остается. Да, видимо, те, кто раньше получал 3% кредиты будут получать по 4. Те, кто по 4, будут получать по 5, но не выше. У аграрии изымают в виде почвены 7 рублей с каждого килограмма зерна. Привожу пример четкий на своем хозяйстве. Возьмите. Намолочено 9 тысяч тонн пшеницы зимой. Потеряно 63 миллиона. Получаю субсидию 2 миллиона 400. Вы нам расскажете про какие-то субсидии. Потеряно 63 минус 2 с половиной. 60 миллионов потеряно. Поэтому я прошу съезд. Если вы согласны с позицией Ростовской Аккорды, поддержать меня аплодисментом. Было озвучено, что мы получим субсидию по 21-23 рубля. Но в то же время есть коммерческая цена, которая более 30 рублей. Если вы озвучили 21-23 рубля, держите по всей стране. Второй момент. Ограничьте точно так же и стерегите экспорт. Не надо выпустить их, но стерегите точно так же, как нас, почти на высоте. И тогда не будет таких цен. Потому что на сегодняшний день стоимость карбонида есть 38 рублей и 75. Почему? Вы посмотрите, мы же гордимся, что мы первые стали в мире по производству зерна. Сегодня наш юг. Я неоднократно выступал и говорю такие слова. Маржинальность ваша, там 120 тысяч. Мы горды за вас. Я сегодня представляю Сибирь, Дальний Восток. Но маржинальность 22 тысячи. Испошли от нас, сибиряков и Дальнего Востока, забрать 7 тысяч рублей. Ирина Владимировна, но никакого развития нету. Только вот на такой ночи мы можем говорить о какой-то дальнейшей работе. Нам тяжело. Мы живем в регионе. По поводу того же начинающего первого, да, 3 миллиона. Ну, сейчас один трактор можно, в принципе, и другие. И не очень без контроля. На такую сумму не планируется ли повышение? Дорогие друзья, буквально несколько минут назад завершился 33-й съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств. Ассоциация приняла резолюцию, в которой есть несколько очень важных пунктов. Например, в целях снижения диспортикета цен на сельхозпродукцию и средства производства АКОР просит отменить экспортную пошлину на зерно. Кроме того, разработать и применять меры государственного контроля и регулирование цен на минеральные удобрения, средства защиты растений ГСМ. Рост цен на эти составляющие зернового производства не должен превышать уровень инфляции. Кроме того, АКОР просит отложить сроки обязательной регистрации в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов для малых форм хозяйствования. А также освободить небольшие хозяйства, у которых площадь земельных угодий составляет менее 500 гектаров, от обязанности регистрироваться в системе ВГИС-зерно, в системе прослеживаемости зерна, куда каждое хозяйство должно вносить информацию о том, какой урожай был собран, куда он будет дальше продан, и оформлять сопроводительные документы для перевозки этого зерна. Все подробности вы узнаете из видео на нашем канале. Мы планируем очень скоро выложить видеозапись самых ярких, самых важных моментов, которые мы своими глазами увидели на этом съезде АКОР. Субтитры создавал DimaTorzok